Альбер Камиль Здравствуйте! Мы с вами на университетской набережной, рядом с Академией художеств. Охраняют ее одни из самых старых экспонатов музея под открытым небом. Им около трех с половиной тысяч лет. Существует таинственная легенда, что лица у сфинксов в течение дня меняются. Утром они расслаблены и спокойны, а к вечеру становятся мрачными и зловещими. Увидевший, как меняется лицо сфинкса, может сойти с ума. Мы не такие уж впечатлительные, просто решили на всякий случай приехать сюда днем. Академия художеств была создана в 1764 году по инициативе графа Шувалова и под покровительством Екатерины Великой. Занимательно, что внутренний круглый двор Академии появился благодаря одному из условий императрицы. Для того, чтобы все дети, которые тут учиться будут, имели перед собой величину купола собора святого Петра в Риме, и в своих будущих архитектурных проектах постоянно с ним соотносились. Из Академии выпустилось множество известных и талантливых живописцев. Сегодня речь пойдет только об одном из них, а точнее, о самом загадочном его творении. Николай Ге, Петр Первый, допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. Здесь, в Русском музее, хранится вторая из версий картины. Первая в Москве. История написания картины занимательна, становясь все более неожиданной от события к событию. А началось все достаточно просто. Николай Николаевич Ге, блестящий выпускник Императорской Академии Художеств, награжденный медалями за картины, Ахиллес оплакивает Патрокла, Саул у Аэндорской волшебницы, получивший звание профессора, минуя звание академика за тайную вечерю в конце 1860-х, испытывает творческий кризис. Он не знает, за какие сюжеты браться. Библейский реализм последних его картин «Вестники Воскресения» и «Христос в Гефсиманском саду» прежнего оглушительного успеха не имеет. Как часто бывает, помог случай. В 1870 году Ге, находясь за границей, познакомился с художником Григорием Мясоедовым, от которого узнал о создающемся в России Товариществе передвижных художественных выставок. Вдохновленный прогрессивной идеей, он вернулся на родину, где был избран членом правления товарищества. Седьмая линия Васильевского острова. Доходный дом Костюриной. Кстати, здесь в 1838 году жил известный украинско-русский поэт и художник Тарас Шевченко. Здесь же, на втором этаже, в 1871 году, жил Николай Ге. В этом же доме ему пришла в голову идея сюжета будущей картины. В 1872 году праздновали 200-летие со дня рождения Петра Первого, и Николай Ге решил создать какую-то историческую картину на эту тему. Я чувствовал везде и во всем влияние и след Петровской реформы. Чувство это было так сильно, что я невольно увлекся Петром и под влиянием этого увлечения задумал свою картину. Из бурной истории царя художник на полотне изображает конфликт отца Отечества и просто отца. Момент, когда Петру пришлось переживать тяжелую драму между сознанием государственного долга и собственными чувствами. Какой был вопрос задан Петром, и какой не ответ был дан при этом царевичем Алексеем, мы не знаем, но мы знаем. И в этом как раз удивительная сила вот этой картины. Какой путь должна была выбрать Россия? Что было для нее настоящим благом? В картине отразилась не только личная трагедия Петра, потерявшего в лице сына наследника, но и трагедия всей России. Страны, которую реформатор перестраивал на крови, не различая чужую собственную, ломая прежние устои, традиции, не оставляя места старинам. Имя царевича Алексея, осужденного на смерть по приказу отца, окружено массой домыслов и слухов. До сих пор непонятно, был ли он инициатором подготовки захвата власти или оказался невольным заложником своего окружения, недовольного политикой Петра. Неясно, и каким образом он скончался. Петропавловская крепость является городом в миниатюре. Здесь есть все, что необходимо для существования государства. Душа – это собор, есть кладбище. Впрочем, и сам собор является усыпальницей. Есть кладбище для комендантов. Военная функция – крепость и бронительное сооружение. Есть промышленное предприятие. Не обойтись и без мест заключения для существования любого государства. И на территории крепости, и в казематах, служебных помещениях толстой крепостной ограде, и в специально построенных тюремных зданиях здесь находились заключенные. Один из первых заключенных – это старший сын Петра I, царевич Алексей. Мы находимся с вами у западных Васильевских ворот, ведущих на территорию крепости. За моей спиной Трубецкой бастион, куда и привезли царевича Алексея, где его пытали, где закончилось его земное существование. Причину возникновения трагедии следует искать в самом начале жизни царевича. Он родился 18 февраля 1690 года, в тот момент, когда отношения Петра с женой царицы Евдокии Федоровной были уже далеко не безоблачными. Не желая лишний раз видеть свою супругу, занимаясь строительством флота и военными походами на юг, на Азов, Петр практически не оставлял времени на сына. А когда наследнику исполнилось 8, его мать была насильно подстрижена в монахине. В царской семье все так же, как в любой другой семье. Если у мужчины, будем говорить так, две жены, одна, которую он отослал от себя, а вторая жена, любимая, то, естественно, что и деление детей произойдет точно по такому же принципу. Отделавшись от нелюбимой супруги, Петр решил заняться сыном. Приставил к нему воспитателей, брал с собой в поездки в Архангельск, в военные походы к Нейншанцу и Нарви. Однако ожидаемого отклика так и не получил. Разочаровавшись, Петр вновь оставил мальчика, который к своим 15 годам и вовсе лишился наставников. Тогда его окружение составляли Нарышкины, Колычевы и духовные лица, многие из которых открыто выражали неудовольствие политикой царя. Именно в этот период Алексей, которому постоянно напоминали о трагической судьбе матери и сетовали на попрание исконных русских порядков, стал еще больше терять связь с отцом. Ведь за каждым из претендентов, за каждым из наследников вьется целый хоровод тех, кому это может быть выгодно. Здесь даже дело может быть и не в самом царевиче Алексея, а в том огромном хвосте людей, идей, верований и всего прочего, что в данном случае Алексей олицетворял. Петр же, как монарх, видел в Алексея не просто наследника, а продолжателя своего пути. Поэтому предпочитал самостоятельно решать многие насущные вопросы жизни царевича, не особо считаясь с его мнением. Одним из таких решений стала его насильная женитьба на принцессе Шарлотте Кристине Софии Брауншвейк-Вольфенбютельской. Семейная жизнь у Алексея не складывалась, хотя в 1714 году у его супруги родилась дочь, которую нарекли в честь прабабушки Натальи, а в следующем году сын, названный в честь деда Петром. Вскоре после рождения сына Шарлотта скончалась, а Алексей совсем отдалился от отца. Во многом это связано с тем, что царица Екатерина, ставшая к этому времени законной супругой Петра I, родила сына Петра Петровича, которому царь склонялся передать престол в обход старшего. Алексей не решился противостоять отцу в России и под воздействием окружения, склонявшего его к решительным действиям, бежал в 1817 году в Вену, откуда был переправлен австрийцами в Неаполь. И выманить его оттуда было одной из задач престола наследия для Петра. Наверное, опасность царевича Алексея была именно в том, что он был сыном царя. Ничего он собой особенного не представлял, но как сын царя он, конечно, был таким вот собирающим фокус. Все настроения против, которые во время таких чрезвычайных преобразований в России, конечно, не только имели место, но они порой бушевали. Петр не смог простить царевич убегство и путем подкупов и сложных политических интриг заставил его вернуться в Россию. По возвращении он лишил сына права на престола наследия и пообещал прощение в случае признания вины и выдачи всех, помогавших царевичу. Зная суровый нрав отца, тот сдал даже тех, кто к нему просто хорошо относился. С детства, травмированное обстоятельствами стрелецкого бунта, Петр почувствовал тень заговора и, как оказалось позже, настоящего. Алексей действительно вел переговоры с Австрией и Швецией, но его планом было воцарение после смерти отца, тогда серьезно больного. Этого хватило, чтобы осудить царевича как изменника в соответствии с действующими тогда в России законами. Но применить приговор на практике оказалось ненужным. 26 июня 1718 года утром царь съездил к сыну, ну а в этот же день Алексей скончался. Официально было объявлено, что Алексей умер 26 июня 1718 года в Петропавловской крепости, полностью во всем сознавшись. Похоронили его в новопостроенном Петропавловском соборе, где за несколько лет до этого упокоилась крон принцессы Шарлотта. Таким образом, Петр символично вбил шпиль с собора, как кол, в гроб непослушного сына. Конечно, это только легенда. Однако, близость центральной оси шпиля от могилы царевича заставляет всерьез задуматься. Николай Герасимович Устряло в 19 веке, занимавшийся этой темой и 14 лет посвятивший расследованию обстоятельств дела и истории с царевичем Алексеем, нашел 9 вариантов возможной смерти Алексея, вплоть до очень экзотических, с отрезанием головы и пришитием онной, Анной Кремер, фрейлиной, Екатериной Первой, толком никто не знает. Это, наверное, одна из тех тайн русской истории, которая никогда не будет раскрыта. Очевидно, что художник, работая над картиной, сочувствовал несчастной судьбе царевича и нелегкому решению Петра. Ведь ни в одном из исторических документов не упоминается, что Петр Первый когда-нибудь допрашивал сына в Петергофе, но художник сознательно оставил их один на один. Ибо был тот самый допрос в Монт-Лизире или не был, остается открытым. Скорее всего, этого допроса не было, наверное, не суть важна, потому что в данном случае художник постарался быть адвокатом обоих героев. Он с симпатией, явно с симпатией относится к Алексею, но он понимает и Петра, и вот это вот столкновение старого и нового пресловутое, оно очень хорошо показано там. В центр своей картины художник выдвинул именно эту встречу, так как она позволяла ему сосредоточить все внимание на главном, на трагедии, в которой действующими лицами были два близких человека. В это решающее мгновение жизни царевич Алексей еще был способен на пассивное сопротивление. Он еще не потерял веры в то, что царь Петр не осмелится переступить через свой долг отца и не посмеет поднять против себя общественное мнение, осудив законного наследника престола, коим Алексей продолжал себя считать. Это несбывшаяся иллюзорная надежда и продолжает питать его внутреннее сопротивление. Он не был бессильной жертвой. В его упрямстве, твердом нежелании подчиниться воле отца, есть своя линия поведения, свое мужество. Потому он не жалкий трус, хотя иногда его видели именно таким, а противник Петра, пойманный за руку. А вот и доказательство вины, брошенное на пол. Это потребовало от художника совершенно иных форм и средств художественной выразительности. Обобщение без тщательного и мелочного копирования натуры. В Мон Плезире он был всего один раз и впоследствии говорил умышленно один раз, чтобы не нарушить того ощущения, которое вынес оттуда. Ему было важно передать атмосферу, а не копировать все буквально. Обратите внимание на композицию картины. Царь и царевич. Фигура сидящего Петра и стоящего перед ним, его сына, который, конечно, безумно боится своего отца. Безумно, потому что отец этот, он же и палач. Больше того, ему и грозит-то не то, что грозит сыну преразведенных родителей обычных, а ему грозит смерть. Вот это все умноженное и одно на другое, и дает вот тот страшный драматизм этой картины. Обе фигуры масштабные, важные. Их разделяет острый угол стола, обращенный своим красным острием к зрителю, почти прямо в центр картин. Черное и белое. Что может быть более контрастным? Это не просто пол. Это шахматная доска с двумя фигурами, и исход партии предрешен. Судя по опущенной главе Алексея, и уверенной массивной фигуре Петра. 27 июня на Троицкой площади в Троицком соборе праздновали годовщину Полтавской баталии. 29 июня торжественно отметили тезоименицство именины Петра I, День апостолов Петра и Павла. А 30 июня в Троицкой церкви печальный праздник отпевания царевича Алексея. Царь присутствовал на похоронах сына. Петр плакал. Священник сказал слово, в котором упомянул библейских героев Давида, а Петра часто сравнивали с Давидом, и сына его Авесолома. Ну, а потом отправили в Петропавловский собор тело, для того, чтобы похоронить под колокольни собора у западной стены, рядом с супругой, отношения с которой при жизни не складывались, но после смерти они соединились. 29 ноября 1871 года здесь, в Петербургской Академии Художеств, состоялась первая выставка передвижников, живописцев и скульпторов реалистического, демократического направления. Тут были представлены портреты кисти Ивана Крамского, пейзажи Ивана Шишкина, охотники на привале Василия Перова, грачи прилетели Алексея Саврасова и, конечно, царь Петр и царевич Алексей, как ее стали называть позже. Произведение Николая Ге было встречено с большим интересом. Вокруг картины разгорелись споры. Кто-то осуждал позицию автора и показанное им отношение отца к сыну. Другие же поддерживали художника в виде его сочувствия к реформатору Петру, человеку, который прежде всего страстно предан своей стране. Когда я рассказываю про царевича Алексея, про Петра, мне очень нравится показать автографы одного и автограф второго. Потому что, я думаю, через написание своего имени очень четко просматривается характер. И Ге очень хорошо иллюстрирует вот эти самые характеры. Витиеватое неровное подпись, где каждая буква гуляет у царевича Алексея, и рубленные буквы подпись Петра Первого. Когда Николай Ге уже заканчивал свою работу над картиной, в его мастерскую зашел известный московский меценат Павел Третьяков и сказал, что покупает у автора его полотно. Но и на выставке произведение нашло своих покупателей. Картина понравилась императорской семье. И Александр Второй попросил оставить художника картину за собой. Никто из свита императора не осмелился доложить, что картина уже продана. Тогда, в поисках выхода из сложившейся ситуации, художника попросили передать картину царю, а для Третьякова написать повторение. Художник ответил, что картина уже продана и без согласия первого покупателя делать того не может. Павел Михайлович Третьяков тогда заявил, что пусть Ге пишет повторение для царя, а ему нужен первоначальный вариант. Так оно и произошло. После выставки картина была передана Третьякову. А для Александра Второго художник сделал повторение, которое теперь находится в Русском музее. Купеческая Москва получила свою купленную купцом картину, а имперскому Петербургу досталась своя версия, императорская. Историческое сердце Петербурга, Петропавловский собор. Здесь под одними сводами, бок о бок, лежат торжественно погребенные и в посмертной славе пребывающие сына-убийца, мужа-убийца и отца-убийца. Желание властвовать сильнее, чем брачные, отеческие и прочие семейные узы. Поэтому так уж получилось, что, как и в любой правящей семье, в русской императорской семье оказались соединенными волей обстоятельств. под сводами этого храма Петр I и его сын, царевич Алексей, Петр I и его супруга Екатерина I, Екатерина II и ее супруг Петр III, Александр I и его отец Павел Петрович. Это нормальная история. К сожалению, нормальная история любой правящей семьи. И все это во имя Великой России. Существует множество легенд о том, что род Романовых был проклят. Ведь действительно, сын Алексея Петр II, пробыв императором всероссийским менее трех лет, скончался, прервав тем самым мужской род Романовых. После смерти царевича Алексея наследником Петра I стал его сын от второго брака, Петр Петрович Шишечка, как называли его дома. Но мальчик скончался в апреле 1719 года, был похоронен в Александроневском монастыре. И оказалось так, что у Петра нет наследника мужского пола. Ему пришлось принять закон о престолонаследии, в котором он говорил о том, что император сам вправе назначить себе преемника. Но преемника он не оставил. Завещания написано не было. Весь XVIII век происходит некая неразбериха в том, кто будет наследовать престол. Возникают определенные вопросы. Вопросы этот снимает уже в конце века XVIII. Павел Петрович правнук Петра, чтобы умысел человеческий не вторгался в промысел Божий. Но эхо этого спора между отцом и сыном продолжает звучать в Петергофской комнате, здесь, в Монт Плезири. И в современной художнику России того времени, и в наши дни. Это спор об исторических судьбах страны и о тех жертвах, на которые приходится идти как обыкновенному человеку, так и императору Великой Державы. История вокруг нас. Достаточно только сделать ей шаг навстречу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok